Всем хорошего дня! С вами самоостройщик Лёха и я продолжаю строить свой дом. В прошлом видео я закончил рамопояс, в этом видео я расскажу как делал перекрытие между перм и вторым этажом. Присаживайтесь поудобней и погнали! Для того чтобы поднять бруске на второй этаж, необходима лестница. Так как у меня её нету, я буду импровизировать. Перед поднятием необходимо схватить корыто, чтобы защитить газоблок от механических повреждений, когда буду поднимать доски. Ну, импровизированный трап и корыто готово, можно идти за доской. Ну а теперь необходимо поднять сами доски на второй этаж. Когда доски только привезли, они были очень тяжелые и сырые. Летом я их сушил на улице около двух месяцев, и теперь их могу свободно поднять один. Потихоньку, не спеша, облокачиваю доски на корыто. Даже несмотря на то, что они высохли, они все еще остаются очень тяжелыми. Задираю оставшуюся части доски вверх на стену. Сдвигаю бруски в одну сторону для дальнейшей разметки. С одной части дома бруски будут выпирать, потому что будет терраса, а с другой части будет полностью глухая стена. В этой части бруски нужно отпилить под углом 30 градусов, чтобы погребенные в блоке доски могли дышать. Когда начинал подмать бруски, было солнце, но потом начался дождь. Мокрые бруски сложнее удержать в руках. Некоторые из них я уронил себе на шею. Размечаю угол в 30 градусах. Отпиливаю доски строго по размерке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА теперь распределяем бруски по всему второму этажу шагом 58 сантиметров под будущее утепление мерник 58 сантиметров я уже подготовил чтобы разнести все бруски по второму этажу нужна помощь второго человека либо импровизация чем метод и занимаюсь а а а а после того как я распределил все бруски по второму этажу я отпиливаю все ненужные элементы оставляли нахлёст в метр остальное все спиливаю а Размечаю бруски для дальнейшего соединения между собой шпильками. Высверливаю отверстия в досках согласно разметке под будущие шпильки. Продолжение следует... Шпильку необходимо отпилить на 2-3 см больше с каждой стороны, чем сам брусок, чтобы осталось место под гайку и болт. Отпиливаем необходимое количество шпилек согласно мернику. Не забудьте обточить края, иначе потом гайка будет с трудом наворачиваться на шпильку. У меня получились вот такие вот заготовки. Перед тем, как стянуть две доски шпилькой, сам стык на досках я промазал праймером. Так как гнение доски начинается именно в месте соединения, именно в самом стыке. Ну а теперь просто берем, соединяем две доски между собой и стягиваем их шпилькой. Отверстие под шпильку необходимо делать на размер больше, иначе шпильки будут с большим трудом заходить в отверстие. Также можно лопнуть доску. Крутим гайку до тех пор, пока с каждой стороны шайба полностью не тонет в дереве. Все места, где доска соприкасается с армопоясом, кирпичом, либо газоблоком, необходимо защитить изоляцией. Битумной бумагой, либо гидроизоляцией. Что я сейчас и делаю. Гидроизоляция Гидроизоляция Можно пристыковать степлером. Только не с нижней, а с боковой части. Гидроизоляция Работа не сложная, но кропотливая. Гидроизоляция И ее обязательно необходимо сделать. Гидроизоляция Все угловые части необходимо полностью покрыть гидроизоляцией со всех сторон, так как стыкование с кирпичом будет по кругу. Гидроизоляция Комбинация гидроизоляции и битумной мастики дают очень большой ресурс службы дерева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну вот и все. Теперь деревянные перекрытия все подняты и покрыты гидроизоляцией в местах соединения с газоблоками. Далее я уже буду поднимать блоки на эти перекрытия. А заодно я протестирую, сколько не может максимум выдержать. С вами был Леха, всем хорошего дня, пока-пока. Увидимся с вами ровно через неделю, если конечно мне опять не срубит интернет. Субтитры сделал DimaTorzok